Список ЧП за эти выходные в крае, пожалуй, бьет все рекорды с начала нового года. Только на дорогах регионы заметили, случилось десяток аварий. Вечером 15 января под Новосибирском вблизи Сосновки произошло ДТП с участием рейсового автобуса по маршруту Барнаул-Новосибирск, а также фуры. По данным МВД региона, в результате ДТП из 30 пассажиров пострадал один. 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. А это запись регистратора одного из участников массового пятничного ДТП на трассе Павловск-Барнаул. МВД по краю пояснили, что водитель Ниссана не справился с управлением и столкнулся с Лексусом, который двигался впереди него. После этого в Ниссан врезались еще две Тойоты, о пострадавших не сообщается. А вот в Суецком районе на трассе К-22 в Кювет съехал рейсовый автобус «Павлодар-Томск», в котором находились 15 пассажиров. Пострадавших не было, но людям потребовалась помощь и срочная эвакуация. Оказавшимся на холоде в неисправном автобусе пришли на выручку бойцы 66-й пожарно-спасательной части. А это кадры вчерашней ночной погони в Барнауле. Гонки начались на проспекте строителей, а закончились на улице Силикатной. Лихача на Ниве догоняли сразу три экипажа ДПС. МВД края пояснили, что водитель не выполнил требования об остановке и попытался скрыться. Догнали нарушителя только на Силикатной 26А. Было установлено, водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. На него завели административное дело. Кроме снежной стихии бушевало и огненное. Вечером 15 января в барнаульском поселке Лесном произошел серьезный пожар в жилом доме. Здание полыхало открытым огнем на значительной площади. Что стало причиной ЧП, выясняется – пострадавших нет. А вот в селе Романово, по данным соцсетей, горела местная АТП. Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пострадавших нет. И это далеко не весь список инцидентов, аварий и ЧП, произошедших за выходные. К слову, по данным МЧС, шторм прогноз продлится и в ближайшие дни. Жители края призывают к осторожному поведению на дорогах и в быту. Мария Мацаева, День с толком.